Далее в выпуске наша ежедневная рубрика «Дворнадзор», в рамках которой мы освещаем те придомовые территории Саратова, которые нуждаются в срочном ремонте и их должны привести в порядок уже в этом году. И сегодня наша съемочная группа отправилась во дворы домов по улице Лунная. Детская площадка Потому что здесь три дома, массив большой, мало. И нужно спортивную площадку обустроить, поставить еще какие-нибудь тренажеры, футбольную площадку сделать, чтобы дети играли в футбол. У нас места много. Места много теперь и во дворе, и на дороге возле подъезда. По новому асфальту без проблем могут разъехаться автомобили. До ремонта, говорят местные жители, им приходилось лавировать между припаркованными машинами и огромными ямами. Раньше были ямы просто конкретные, машины. Мне было жалко всегда машины, вот как они заезжают. То, что люди тоже, некоторые плохо ходят. Вот здоровому человеку это не видно. А когда вот через яму приходится переступать, это, конечно, очень тяжело. А зимой здесь вообще катастрофа просто была. Не знаю, какой час будет зимой, потому что мы просто ходили через лужу воды. Теперь ходят без проблем по свежему асфальту. Вместе с дорогой отремонтировали и тротуары. Побелили и покрасили стены. Принимали работу жители под пристальным вниманием объективов наших телекамер. В рамках рубрики «Дежурный репортер двор-надзор» мы следили, как из руин двор превращался в райский уголок. Вместе с подрядчиками журналисты отправляются на следующий адрес, который уже совсем скоро появится в нашем эфире. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24. В список подлежащих ремонту попали более 100 дворов областного центра. Сама же программа рассчитана на три года. Если ваш двор тоже нуждается в кардинальных изменениях и вы готовы рассказать об этой проблеме, пишите нам на почту info.sobaka.saratov24.tv Либо звоните по телефону 705-755. В настоящее время к нам в редакцию уже поступило около 600 обращений. Каждая поступившая заявка будет рассмотрена. О проблемах ваших дворов, уважаемые телезрители, мы обязательно расскажем в информационных выпусках «Саратов сегодня». Те фотографии и видео, которые вы нам присылаете, также лягут в основу сюжетов.